На сегодняшний день самолетов ТВС-2МС приблизительно порядка 15 самолетов ежедневно находятся в небе. Продолжение следует... О том, что он первый раз полетел в стенах нашего института. И это тоже пришлось рассказывать. На протяжении этого года в этом плане проделана колоссальная работа. И, скажем так, плодом этой работы будет как раз, наверное, 2018 год, который мы, собственно, наверное, ждем. И как раз, наверное, этот проект может пройти с большей силой. Пока загадывать не будем, но, тем не менее, хочется в это верить. Это, на самом деле, достаточно большой вопрос. Основной вопрос о том, что все-таки замену Биплану не придумали. Это раз. Во-вторых, это единственный самолет на сегодняшний день, который может выполнять перевозки грузов и пассажиров в труднодоступных местах, практически не используя субсидию. То есть этот самолет позволен выполнять и социальные задачи, при этом еще и экономить бюджет. И когда мы показываем стоимость летного часа потенциальному эксплуатанту, люди сначала не верят. Потом, когда берут цифры в свои руки, пересчитывают и понимают о том, что этот инструмент действительно может быть не то, что полезным, а восстановить малую авиацию не до тех объемов, которые были раньше, но, тем не менее, решить транспортную доступность на сегодняшний день минимальными жертвами, грубо говоря, начиная от того региона, где летает на динмарский отряд и заканчивая далеко за Уралом. В том числе и развитие дальневосточного региона без этого самолета практически невозможно. Самое главное, то, что мы доносим до клиентов, это правильную математику, потому что в связи с тем, что вот этот вот кризис ударил, все маленько были заняты другими вещами, никто целиком в проект не вникал. Сейчас мы, я думаю, что у нас получилось донести до авиакомпаний, что это за самолет, какая у него математика и что он может принести. Мы, как разработчики, вынуждены это делать, потому что именно в институт также приходят вопросы, звонки. И для того, чтобы разговаривать с потенциальными покупателями или авиакомпаниями, им хочется слышать с разработчика, откуда, куда, какие планы. Поддержку. Как ни странно, это реально так. И здесь, наверное, я бы без комментариев от себя, потому что мне сложно понять принятое решение. То есть мы можем продискуссировать это, скажем так, в курилке, я могу просто поделиться мыслями. Ну, на сегодняшний день, в связи с тем, что мы проездили достаточно большое количество эксплуатантов в России и за рубежом, мы говорим о том, что у нас планируется поставка одного воздушного судна в Беларусь. У нас сейчас идут переговоры с Казахстаном, при этом мы ждем их примерно где-то в первой половине ноября уже с делегацией. И это будет достаточно большой проект. Пока не хочу вперед забегать для того, чтобы... Пускай это будет свиверно немного, но тем не менее. Монгольский проект уже есть, мы работаем достаточно плотно. Более того, сейчас производство авиакомпании МИАД находится в стадии сертификации ПУФАП-285, для того, чтобы там они могли производить КВР-планеры Ан-2. Культура производства, технологии на высшем уровне у монгольских инженеров. И мы бы хотели, чтобы, скажем так, за Уралом наши планеры могли... Планеры Ан-2 могли получить вот такой высококачественный ремонт, который сможет монгольская страна или там монгольская авиакомпания дать... Точнее, монгольская АТБ дать для нашего самолета, потому что сейчас Ан-2 необходимо гнать на другой конец России. Это как бы накладно для авиакомпании. Здесь мы решаем вопрос... Мы повышаем качество ремонта, мы смотрим на перспективу дальше для сотрудничества с монгольской стороной. И мы решаем, как бы, проблему для нас, да, то есть мы повышаем качество ремонта Ан-2. Но первое, первое, они должны, не то что должны, вернее, они хотят, и мы это поддерживаем полноценно, поднять свой парк Ан-2, который у них стоял там 15 лет без движения. При этом хочу сказать, что климат в их стране позволяет хранить эти самолеты без движения, без единой ржавчины и коррозии. То есть сохранность того парка Ан-2, шикарный можно назвать, у них идет сейчас социальная программа, то есть они поднимают этот парк для своих нужд. И на этом парке как раз есть возможность оттренировать капитальный ремонт, какие-то, вернее, не какие-то, а поддержку и эксплуатацию, там, ТВС-2МС, какие-то крупноузловые замены, да, то есть под руководством разработчика и производителя мы сможем получить с монгольской стороны некую, ну, хорошую команду, я бы так скажу, партнеров. Здесь сложно сказать, как это будет дальше на рынок влиять. Безусловно, мы сейчас видим, как минимум, первый шаг, самый важный, это начать с ремонта в плане Рафан-2. Естественно, потом, если сойдутся звезды, если нам поступит команда вышестоящих организаций на это все дело, то, видя культуру монгольской стороны, мы этого точно не боимся. Сложно сказать, но по нашим оценкам за этот год общаясь с эксплуатантами, с учетом развития Дальнего Востока, Севера, да, то есть Северного региона, если мы возьмем примерную прикидку, там, 500 бортов на Россию, только на Россию, то это в стране, скажем так, многие деревни, да, или там крупные города, или отдаленные города, они вздохнут, потому что реально каждый человек ест, там, один килограмм пищи в день, да, потребляет. У нас эту пищу надо доставлять. Интернет-заказы растут ежегодно, там, порядка, там, 30%, да, как бы клиент начинает платить за срочность, доставить нечего, почту ту же самую, надо доставлять на Дальний Север, ну, кроме Ан-2 это не сделает никто, да, именно с той математикой, для того, чтобы те города могли или деревни получать это письмо, да, как бы не за дорого, да, вот математика ТВС-2МС это позволит сделать. А если, отвечая на ваш вопрос, какой объем, да, если, скажем так, гипотетически представить, что наши усилия в семнадцатом году выстрелят, да, и мы сможем говорить об объеме, то можно было бы верить, там, порядка, там, контракт, я не говорю о том, что мы все самолеты сразу произведем и выдадим, да, я говорю о том, что контракт с потенциалом примерно на 100 самолетов мы сейчас имеем в переговорах с авиакомпаниями. Это честно, это, ну, скажем так, в нашей клиентской базе есть. Мы обязательно при общении с клиентом или с потенциальной авиакомпанией про ТВС-2МС обязательно показываем ТВС-2ДТС. Он не сможет заменить ТВС-2МС однозначно, потому что это будет самолет, который будет летать дальше и перевозить больше грузов. Первые полеты показали о том, что при всем, при том, что у него максимально взлетный вес выше, чем у ТВС-2МС, он дешевле. Летит быстрее, берет груза больше, и стоимость килограмма груза на километр, и стоимость маршрута становится значительно дешевле. Все зависит от того, какое количество груза, да, стоимость самолета, в любом случае, будет дороже. На сегодняшний день, по нашим подсчетам, это 120 бортов годных крематоризаций. Летающих примерно, по оценкам Минского завода, чуть больше 20, которые постоянно поддерживают летную годность. То есть это говорит о том, что те самолеты, которые еще не распилены, это дельта в районе старых самолетов, которые можно поднять, показав хорошую экономику, да, и доказав клиентам о том, что этот самолет теперь стал выгоден. По поводу того, что сейчас происходит. Мы встречались, вернее, к нам в гости приезжала делегация из Белоруссии, сознакомились с проектом, и сейчас на уровне, ну, скажем так, на высшем уровне, между двумя странами идет как раз это согласование. То есть по большому счету мы считаем, что первые шаги какие-то сделаны, да, то есть нас услышали, увидели и проектом занялись. Надеемся, что у нас получится довести Як-40 МС, можно так сказать, да, модификацию, до какой-то финальной стадии, и он получит аттестат летной годности, либо пойдет в серию. Она есть, тем более для нашей страны это тоже важно, и мало таких самолетов, которые с такими характеристиками также могут сесть на грунт. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!